Хорошего вам дня, зрители канала Заметки Нумизмата, продолжаем разговаривать о подделках золотых монет. Сегодня, на нашей очереди, 15-рублевая монета, подделка такой монеты. О 15-рублевиках мы раньше практически не говорили, хотя, конечно, такие подделки тоже встречаются. Они очень распространены, и для подделщиков 15-рублев достаточно лакомая монета. Стоит она несоизмеримо с содержанием металла в ней, по крайней мере, так было до последнего времени. Сейчас, конечно же, цена 15-рублевиках достаточно приблизилась к их реальному золотому содержанию. Можно немножечко поиграться с весом, с толщиной, таким образом выдав заподлинное изделие, изделие с меньшей пробой за счет увеличения размера. Ведь 15-рублей сами по себе монета крупнее. Но есть для подделщиков и сложности. Монета большая, все мелкие детали сразу хорошо видны, гораздо лучше, чем на 10-рублевых, уж не говоря про 5-рублевые монеты. И гурт, гуртовая надпись у 15-рублевой монеты достаточно крупная, хорошо видимая. Такой гурт подделать сложно. Приходится выкручиваться, и зачастую гурт такой 15-рублевой монеты может быть, опять же, чуть ли не красивее, чем у оригинала. Но, конечно, при этом от оригинала будет отличаться. В данном случае сделан экземпляр весьма неплохо. Использован явно копирный инструмент, то есть по большинству элементов орла и портрета данные 15-рублей от оригинальной монеты с вариантом 3 буквы за срезом шеи практически не отличается. Но только разве что выдают ее за монету походившую, потертую, с потерей мелких элементов, но вполне достоверную. И только лишь когда мы начинаем внимательно взглядывать в красивый гурт такой монеты, особенно если нам есть возможность сравнить с подлинным гуртом, то отличия становятся очевидны и хорошо видны. Будьте внимательны при приобретении, обращайтесь за консультациями к специалистам. Всегда рады ответить на ваши вопросы. Смотрите канал «Заметки номизмата». До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.